Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор на компанию Тикмилл и сам я, Артур Идиатурин. После заседания ФРС, среду, на котором чиновники продолжили спешно перебываться, сократив прогнозы по инфляции в ВП, а также значительно пересмотрев график мнений, то есть дот-плот, достигнув консенсуса лишь на одном повышении ставки в 2020 году, безрисковые бумаги сфиксированы доходности, то есть казначейские облигации резко подорожали. Цены на казначейские облигации США показали максимальный дневной прирост после заседания ФРС за несколько лет, благодаря тому, что прогноз как номинальной ставки, так и инфляции был неожиданно и сильно пересмотрен в негативную сторону. В один момент доходность по облигациям опускалась даже ниже эффективной процентной ставки по межбанковским кредитам, то есть ставки по федеральным фондам. Что удивительно, так это то, что аппетит к рискам активов также остался стабильно высоким, что видно из динамики S&P 500, который в четверг продолжил подбираться к историческому максимуму 2900 пунктов. Спрос на акции и облигации отражает диаметрально противоположное отношение к риску, потому что облигации предполагают определенный доход, акции предполагают неопределенный доход. То есть в теории рост акций сопровождается снижением стоимости облигаций и наоборот происходит своеобразный переток. Но так происходит не всегда. С начала 2019 года видно, что в рост перешел как и фондовый рынок, так и облигации, что выражено через снижение доходности. Это поднимает вопрос о каком-то недовлидаемом факторе, который нарушает корреляцию, который бывал прежним, например, в конце прошлого года. Либо фондовый рынок знает нечто большее, чем рынок фиксированной доходности, либо наоборот, но второй вариант более вероятен, так как тревожные движения в облигациях известны своей высокой эффективностью в предсказании рецессий. Доходность облигаций спустилась до 2,39% в пятницу, что в последний раз наблюдалось в январе 2019 года. Именно тогда начали циркулировать слухи о завершении фазы подъема экономики США и скором переходе в рецессию, в частности из-за ошибки в политике ФРС. В недалеком историческом опрошу также есть примеры, когда акции и облигации росли одновременно. Например, в феврале 2016 года доходность по 10-летним казначейским облигациям снижалась в течение 6 месяцев и в то же время фондовый рынок вырос на 17%. Импульс такой динамики во многом зависел от ФРС, которая объявила паузу в повышении ставок почти до конца года. Вот можно видеть это на этом графике. И лишь в конце года она возобновила ужесточение. Текущая ситуация очень похожа на ту, которая была в 2016 году. Исследование причин тогдашнего беспокойства на рынке в фиксированной доходности, в частности двух лидирующих индикаторов, которые я подобрал, позволит понять, какими соображениями сейчас руководствуются инвесторы в облигации. Во-первых, стоит заметить, что в 2016 году сбой дала китайская экономика, что видно из динамики экспортных заказов производственного сектора страны. Так как основным партнером Китая в торговле является США, то падение экспортных заказов в Китае во многом является отражением снижения импортных заказов в США. То есть это есть механизм передачи падения экономической активности от лидеров производства к лидеру потребления. Сейчас, когда для производителей Китая настала одной из худших времен за всю историю, можно ожидать вялый рост импортных цен в США, что обуславливает также динамику потребительской инфляции в США. И как следствие падения компенсации за инфляцию в облигациях США. График, представленный перед вами, показывает, как тесно зависят экспортные заказы Китая и доходность американских бандов. Экспортные заказы, исходя из-за названия, являются лидирующим индикатором, который предсказывает динамику потребления в будущем импортных товаров США. Во-вторых, акции компаний с маленькой капитализацией обычно более уязвимы к циклическим факторам, так как их число, то есть количество этих компаний преобладает в цикличных секторах экономики, таких как ритейл, недвижимость, обработка сырья, производство несложных и простых товаров, рестораны и гостиничные отрасли. Такая сосредоточенность именно в данных секторах логично связана с уровнем капитальной интенсивности в них. Если менеджеры ожидают вступления в действие негативных цикличных факторов этих небольших компаний, то планы по выпуску и инвестициям будут скорректированы, соответственно, вниз, ожидания инвесторов также будут понижены, соответственно, динамику акций небольших и против больших компаний можно выразить простым соотношением соответствующих индексов, например, Russell 2000 и S&P 500. Если сравнить совместную динамику данного отношения и доходности десятилетних казачейских облигаций, можно видеть, что переток из подверженных цикличности небольших компаний в компании с крупной капитализацией, что, естественно, означает снижение данного отношения, то есть Russell 2000 к S&P 500. Естественно, это сопровождается с падением доходности по облигациям, которые также трейдеры или инвесторы, которые держат эти облигации, они также очень чувствительны к возможному возникновению цикличных факторов, то есть к замедлению экономики, и поэтому между этими двумя показателями, между отношением расу до S&P 500 и доходностью десятилетних казачейских облигаций, существует такая взаимосвязь, которая представлена на данном графике. Таким образом, приведенные индикаторы проливают свет на недалекое будущее экономической активности в США, которая действительно может вскоре перейти в фазу замедления, и мне, однако, открыто у нас есть вопрос, на чем растет и как долго еще продержится на пиках фондового рынка в США. Хотелось бы также узнать ваше мнение об этом. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в понедельник.